доброго времени суток дорогие рукодельницы в данном видео заразительная идея вязание домашних тапочек крючком вяжутся такие тапочки очень быстро просто и легко сам процесс вязания очень простой делается стелька затем выполняется вязание верхней части и соединение верхней части и стельки идею сам принцип вязания вы можете брать за основу что-то дополнять изменять и вязать своим близким и родным такие замечательные чудесные тапочки крючком и так что я использовала для вязания таких тапочек начинаем снизу вверх и по процессу вязания войлочная либо фетровая стелька флис затем простой карандаш ножницы резинки раскаленное шило им выполняются отверстия далее для соединения стельки и флиса тонкая нить в данном случае хэбэшная нить простая куко а в этом случае у меня насочная добавка крючок номер 1,75 далее крючок номер 2,5 им выполняется вязание верхней части и соединение со стелькой для вязания верхней части я использую пряжу alize lana gold а точнее ее остатки 100 грамм на 240 метров в принципе пряжу можно использовать любую любые остатки свои ну ладно смотрите чтобы была примерно такая толщина в процессе вязания конечно нам еще пригодятся маркеры и вязание верхней части этого узора выполняется по этой схеме схему я брала за основу и несколько ее изменила у меня сейчас связано три пары и вкратце каждой из них первая пара эту пару мы будем вместе с вами вязать выполняется вязание на размер 36-37 на широкую ножку то есть взъем здесь у меня высокий что касается по схеме 1 2 3 4 5 6 рядов в последнем ряду 6 элементов и что касается здесь край я не обвязывала выполняла вязание свободным вторая эта пара также размер 36-37 но на более узкую ножку на что хочется здесь обратить внимание количество рядов здесь выполнено больше в последнем ряду 7 элементов при этом при при вязании этих тапок я последний ряд обвязывала и эту часть взъем вязала ту же и затем дополнительно выполнила обвязку рачьим шагом за счет этого край на сам взъем идет меньше и также эта пара идет на размер 38-39 здесь по схеме в последнем ряду также 7 элементов при этом обвязывание здесь я не делала только соединение выполнив вязание одной пары вам будет понятно как и что добавлять для вязания таких тапок на разные размеры поэтому приступаем к вязанию этих тапочек беру флис в 2 сложения лицевой стороной внутрь сверху кладу стельку и отмечаю периметр стельки при помощи карандаша точками то есть ставлю карандаш кручу его точка получается и так далее примерно на расстоянии одного сантиметра и так выполняю по всему периметру этой стельки наметив периметр этой стельки стельку убираю и вот что у меня получилось точками видно периметр всей стельки затем беру ножницы которые будут хорошо резать флис в 2 сложения и вырезаю стельку из флиса вырезав из флиса стельку полностью кладу эту стельку поверх и смотрю чтобы слишком края не выходили по всему периметру проверяю если выходит много тогда берем ножницы и убираем лишнее здесь все хорошо переворачиваю и тут кладу вторую стельку получается вот так далее при помощи таких резинок беру и фиксирую между собой эти стельки зажимаем между ними флис стельки между собой я зафиксировала теперь при помощи карандаша и вполне возможно вам пригодится линейка отмечаем места на каких будут выполняться отверстия раскаленным шилом обязательно отмечаю центр пятки и обязательно отмечаю центр носка от края примерно на расстоянии около одного сантиметра даже чуть меньше затем от этих центральных точек в обе стороны примерно на одно расстояние отмечаем также карандашом места где будут выполняться отверстия конечно лучше делать это расположив так и при помощи линейки так будет гораздо точнее на что обращаю ваше внимание самое важное в этом месте таким образом чтобы здесь отверстия были параллельны друг другу без смещения почему так потому что в этом месте будет выполняться пришивание самого тапочка и если здесь вот эти точки будут не параллельны друг другу тогда тапочек пришьется криво поэтому лучше используйте линейку и откладывайте можете вот так отметить центральную линию соединить центральную эту точку и центральную провести линию и относительно данной линии перпендикуляр и отмечать вот эти точки после того как я выполнила разметку отверстий по всему периметру этой стенки выполнила с одной стороны далее не снимая резинок выполняю отверстие на этих местах раскаленным шилом выполнив отверстие раскаленным шилом у меня получилось так на что обращаю ваше внимание отметки у меня здесь отверстие я делала ближе к центру это одна сторона и на второй стороне получилось так только после этого я снимаю эти резинки и теперь следует раз соединить эти стельки и смотрите у нас флис он приклеился здесь вот у нас и получилась первая и вторая стельки левая и правая далее следует выполнить обвязку этих стелек я буду начинать примерно в этих местах и выполнять против часовой стрелки одна здесь также начинать и против часовой стрелки стелька пряжа тонкая крючок 1.75 у меня ввожу крючок в отверстие захватываю нить вытягиваю фиксирую столбик без накида в следующие отверстия ввожу крючок в это же отверстие ввожу крючок захватываю нить вытягиваю столбик без накида в следующее отверстие ввожу крючок захватываю нить столбик без накида 1 в это же отверстие вытягиваю нить столбик без накида 2 в следующее отверстие также ввожу крючок вытягиваю нить столбик без накида 1 в это же отверстие вытягиваю нить столбик без накида 2 и так выполняю вязание по кругу всей стельки при этом на что обращаю ваше внимание вот получается край и столбики без накида они располагаются ровно здесь и аккуратно и слишком сильно затягивать эту нить не стоит выполнив обвязывание стельки полностью по кругу ввожу крючок в первое отверстие у нас здесь провязана одна ниточка вытянутая провязываю столбик без накида подхватываю эту нить захватываю нить соединяю ряд через эту петлю еще нить протягиваю и после чего обрезаю ее делаю узелок эту нить по этим ниточкам еще протягиваю захватываю протягиваю и вот этот остаток также отрезаю и эту ниточку тоже можно вытянуть сюда либо по этим протянуть и сюда вывести чтобы она не мешалась после чего вот эти хвостики также подрезать затем беру вторую стельку и также примерно на этом расстоянии начинаю выполнять обвязывание стельки ввожу крючок в одно отверстие вытягиваю нить захватываю и следующее отверстие выполняю уже по два столбика без накида вытягиваю нить столбик без накида 1 в это же отверстие вытягиваю нить столбик без накида 2 в следующее отверстие захватываю нить вытягиваю столбик без накида 1 вытягиваю нить столбик без накида 2 и так выполняю обвязывание этой стельки по всему периметру также следите чтобы эта нить не затягивалась вяжите свободно в завершении обвязывание этой стельки также в первое отверстие ввожу крючок вытягиваю нить столбик без накида затем подхватываю нить ряд соединяю через эту петлю нить еще протягиваю и только после этого ее обрезаю делаю узелок и вот эти две ниточки также здесь протягиваю и лишние хвостики обрезаю на этом стельки готовы край получился красивый ровный и аккуратный это вторая сторона и теперь стельки мы откладываем и приступаем к вязанию верхней части пряжа крючок делаю узелок выполняю набор 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 крючок ввожу в первую воздушную петлю захватываю нить протягиваю цепочку из 5 воздушных петель соединила далее 3 воздушные петли подъема 1 2 3 3 воздушные петли подъема выполняют роль одного столбика с накидом теперь выполним вязание 4 столбика с одним накидом накид крючок ввожу в центр цепочки из воздушных петель захватываю нить вытягиваю провязываю накид провязываю столбик 1 накид также крючок ввожу в центр провязываю накид провязываю столбик 2 накид захватываю нить вытягиваю провязываю накид провязываю столбик 3 накид вытягиваю нить провязываю накид провязываю столбик 4 здесь получается 4 столбика с накидом и 3 воздушные петли подъема получается как бы 5 столбиков с одним накидом выполняю воздушную петлю далее следует вязать 5 столбиков с одним накидом основание также из центра воздушных петель накид вытягиваю нить провязываю накид провязываю столбик накид захватываю нить провязываю накид провязываю столбик 2 накид провязываю накид провязываю столбик 3 накид провязываю накид провязываю столбик 4 делаю накид захватываю нить провязываю накид провязываю столбик 5 вязание элемента выполнено это получается у нас первый ряд по схеме далее вязание второго ряда 3 воздушные петли подъема 1 2 3 здесь также 3 воздушные петли подъема выполняют роль одного столбика с одним накидом делаю накид в это же основание выполняю вязание столбика с одним накидом вытягиваю нить провязываю накид провязываю столбик 1 воздушная петля 2 накида за этот центр выполняю вязание столбика с двумя накидами вытягиваю нить провязываю 1 накид провязываю 2 накид провязываю сам столбик столбик с двумя накидами 1 воздушная петля затем в третью воздушную петлю в крайнюю выполняю вязание двух столбиков с одним накидом подхватываю провязываю накид провязываю столбик 1 накид и за это же основание провязываю накид провязываю столбик 2 вязание второго ряда выполнено здесь у нас получается 2 столбика с одним накидом с одним основанием воздушная петля столбик с двумя накидами воздушная петля и так же 2 столбика с одним накидом с одним основанием далее вязание третьего ряда на что обращаю ваше внимание вот этот элемент он будет выполняться на двух столбиков с одним накидом с одним основанием здесь и здесь вязание третьего ряда 3 воздушные петли подъема 1 2 3 3 воздушные петли подъема также выполняют роль одного столбика с одним накидом теперь за этот столбик с одним накидом следует выполнить вязание 3 столбика с одним накидом и 1 столбик с двумя накидами захватываю нить провязываю накид провязываю столбик 1 накид провязываю накид провязываю столбик 2 накид 3 2 накида провязываю сам столбик здесь получается выполняется как бы 5 столбиков с накидами 1 воздушная петля далее за этот столбик с одним накидом выполняем вязание столбиков так же но симметрично делаю 2 накида вязание разворачиваю так чтобы удобно было захватывать этот столбик с одним накидом нить вытягиваю провязываю 1 накид провязываю 2 накид провязываю столбик с двумя накидами затем выполняю вязание 4 столбика с одним накидом накид столбик 1 накид столбик 2 накид столбик 3 накид столбик 4 элементы этот выполнен следует зафиксировать как мы его фиксировать будем здесь у нас столбик с двумя накидами он находится посередине ввожу крючок захватываю нить и вытягиваю далее выполним вязание такого же элемента за столбик с одним накидом и 3 воздушные петли для этого вязание разворачиваю так и сразу подхватываю столбик с одним накидом чтобы левой рукой его удобно было взять выполняю вязание 4 столбика с одним накидом и 1 столбик с двумя накидами делаю 1 накид захватываю нить вяжу накид вяжу столбик 2 накид вяжу столбик 2 накид столбик 3 накид столбик 4 2 накида захватываю нить 1 накид провязала 2 накид провязала провязала сам столбик 1 воздушная петля затем вязание разворачиваю и за 3 воздушные петли подъема выполняю вязание также но симметрично 2 накида захватываю нить 1 накид 2 накид сам столбик и 4 столбика с одним накидом накид провязываю накид провязываю столбик 1 провязываю накид провязываю столбик 2 накид провязываю накид провязываю столбик 3 накид провязываю накид провязываю столбик 4 и так же смотрим вязание этого элемента уже выполнено далее повторяем вязание 2 и 3 рядов еще раз вместе с вами выполним вязание 2 и 3 рядов сейчас будет вязание 2 ряда здесь выполняется 3 воздушные петли подъема столбик с 1 накидом столбик с 2 накидами здесь 2 столбика с 1 накидом столбик с 2 накидами и 2 столбика с 1 накидом выполняем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 накид в это же основание выполняем вязание столбика с 1 накидом провязываю накид провязываю столбик 1 воздушная петля 2 накида за этот элемент ввожу крючок захватываю нить провязываю 1 накид 2 накид столбик 1 воздушные петля 1 воздушная петля затем за место соединения этих элементов делаю накид ввожу крючокон захватываю нить вытягиваю накид сам столбик накид в это же основание провязываю накид провязываю столбик воздушная петля 2 накида провязываю накид провязываю второй накид провязываю столбик воздушная петля накид здесь получается за третью воздушную петлю следует захватывать нить накид столбик 1 накид столбик 2 вязание второго ряда выполнено вязание третьего ряда 3 воздушные петли подъема 1 2 3 выполняют роль одного столбика с одним накидом выполняю вязание 3 столбика с одним накидом накид ввожу крючок вытягиваю нить накид столбик 1 накид столбик 2 накид захватываю нить провязываю накид провязываю столбик 3 2 накида захватываю нить провязываю 1 накид провязываю второй накид провязываю столбик воздушная петля 4 столбика теперь вязание разворачиваю столбик с одним накидом и за него будем выполнять вязание 2 накида вытягиваю нить провязываю накид провязываю 2 накид провязываю столбик 4 столбика с одним накидом вытягиваем 1 накид накид 2 накид провязываю столбик 3 накид провязываю накид провязываю столбик 4 элемент выполнен теперь его фиксируем столбик с двумя накидами захватываю нить вытягиваю соединила далее за эти два столбика с одним накидом выполняем вязание такого же элемента вязание разворачиваю и подхватываю сразу первый столбик с одним накидом делаю накид выполняю вязание 4 столбика с одним накид столбик 1 накид провязываю накид провязываю столбик 2 накид провязываю накид провязываю столбик 3 накид провязываю накид провязываю столбик 4 2 накида 1 накид 2 накид провязываю столбик воздушная петля вязание разворачиваю и в левую руку беру второй столбик с одним накидом делаю 2 накида выполняю вязание столбика с двумя накидами провязываю 1 накид провязываю второй накид сам столбик далее 4 столбика с одним накидом накид 1 накид столбик 2 накид столбик 3 накид столбик 4 теперь элемент выполнен фиксируем его также столбик с двумя накидами захватываю нить вытягиваю и теперь здесь за столбик с одним накидом и 3 воздушные петли выполняем такой же элемент сразу вязание разворачиваю в левую руку подхватываю столбик с одним накидом и выполняю вязание 4 столбика с одним накидом накид столбик 1 накид столбик 2 накид столбик 3 накид столбик 4 2 накида 1 накид вяжем 2 накид вяжем вяжем столбик 1 воздушная петля вязание разворачиваю в левую руку беру 3 воздушные петли подъема 2 накида вяжем 1 накид вяжем 2 накид вяжем столбик 4 столбика с одним накидом столбик 1 накид столбик 1 накид столбик 2 накид столбик 3 накид столбик 4 и так выполняется вязание далее повторяя 2 и 3 ряды выполняя вязание 2 и 3 ряда высоту треугольника вяжем на необходимое количество у меня получается в последнем ряду 1 2 3 4 5 6 элементов для данных тапочек и как я это проверяю этот треугольник еще будет обвязываться тремя рядами столбиков без накида и смотрите прикладываю примерно так ставлю как будет располагаться тапочек и здесь еще несколько рядов будет это уже больше половины примерно до этого места будет выполняться соединение этого в принципе для тапочек достаточно если хотите можете еще дальше провязывать но это все зависит уже от вашего желания и размера у меня 6 элементов в последнем ряду выполнено и на этом я приступаю к обвязыванию данных треугольников вязание ряда здесь 3 полностью выполнено рабочую нить я еще обрезать не буду подхватываю пряжу 2 цвета здесь же выполняю вязание 3 столбика без накида 1 с одним основанием 2 3 затем смотрите желтую нить оставляю ее так чтобы в процессе обвязывания этого ряда ее не задействовать а этот хвостик нити я его буду ввязывать в этот край за столбик с одним накидом 1 столбик без накида за этот промежуток 2 столбика без накида 1 за соединительную петлю 1 за столбик 1 здесь 2 и так далее выполняем вяжу крючок за столбик с одним накидом рабочую нить захватываю столбик без накида за промежуток столбик без накидом рабочую нить столбик без накида 1 здесь же столбик без накида 2 за столбик с одним накидом столбик без накида 1 соединительная петля здесь вытягиваю нить столбик без накида за столбик с одним накидом столбик без накида за промежуток два столбика без накида и так выполняю вязание до конца ряда выполнив до конца ряда здесь два столбика без накида за цепочку из воздушных петель здесь получается столбик без накида 1 и как бы за крайнюю третью воздушную петлю следует провязать как и в начале ряда 3 столбика без накида поэтому здесь провязываю столбик без накида 1 столбик без накида 2 столбик без накида 3 за первый элемент здесь за каждый столбик провязываю столбики без накида 1 2 3 далее вязание будем выполнять следующим образом смотрите вот он элемент последний перед воздушной петлей столбик с двумя накидами его не будем провязывать а здесь будем провязывать 1 2 3 столбика без накида и столбик с одним накидом делаю накид захватываю нить протягиваю провязываю накид провязываю столбик затем 3 столбика без накида 1 2 3 этот элемент загибаю и здесь также делаю накид столбик с одним накидом провязываю накид провязываю столбик 3 столбика без накида 1 2 3 и смотрите на этом элементе также вот она воздушная петля и столбик с двумя накидами мы его не провязываем так выполняем вязание до первого элемента выполнив обвязывание края до первого элемента на что хочется обратить ваше внимание здесь за каждый столбик провязываем столбики без накида а за крайние столбики с одним накидом при этом для расширения здесь можно петли добавить как я это здесь сделала можно больше добавлять чем больше будет здесь элементов столбиков без накида тем это место будет шире делаю накид за крайний столбик элемента провязываю столбик с одним накидом затем выполняю столбики без накида 1 2 3 4 за воздушную петлю я выполняю вязание 2 столбиков без накида 1 2 3 4 4 столбика без накида 1 2 3 4 и за крайний столбик с одним накидом делаю накид провязываю накид провязываю столбик и такой носочек у меня получается можно прибавление столбиков без накида сделать в этом ряду можно добавить в следующем допустим здесь и здесь главное добавлять симметрично продолжаем обвязывание и здесь также смотрим элемент вот воздушная петля от воздушной петли столбик с двумя накидами его мы подхватывать здесь не будем и значит продолжаем дальше 3 столбика без накида 1 2 3 столбик с одним накидом накид провязываю накид провязываю столбик и так продолжаем дальше еще раз вместе с вами элемент воздушная петля от воздушной петли столбик с двумя накидами его не провязываем продолжаем далее столбик без накида 1 столбик без накида 2 столбик без накида 3 делаю накид столбик с одним накидом провязываю накид провязываю столбик так выполняю вязание этого ряда до конца в завершении ряда здесь также элемент смотрим и выполняем вязание 3 столбика без накида 1 2 3 вязание первого ряда я выполнила далее вязание второго ряда и выполняю смену нити ввожу крючок в первый столбик без накида захватываю нить протягиваю ряд соединила делаю воздушная петля подъема здесь же вяжу столбик без накида смотрите здесь у нас угол и за второй столбик без накида предыдущего ряда выполняю вязание 3 столбика без накида 1 2 2 3 далее выполняю вязание за каждый столбик без накида предыдущего ряда 1 столбик без накида начало ряда здесь и выполняю на этом углу также вяжу вязание 3 столбика без накида 1 2 3 и за второй 3 столбика без накида 1 2 3 и затем продолжаю за каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику без накида выполняю вязание 2 ряда до конца в завершении 2 ряда выполняю еще столбик без накида на этом второй ряд выполнен далее смена нити подхватываю воздушную петлю подъема протягиваю нить уже голубого цвета желтую нить подтягиваю воздушная петля подъема здесь выполняю столбик без накида разворачиваю на лицевую сторону желтую нить отрезаю она мне уже больше в вязание не пригодится и этот хвостик я сейчас буду ввязывать также смотрите 1 2 3 столбика без накида и за второй выполнить вязание также 3 столбика без накида при этом левой рукой я подхватываю желтую нить нить она получается поверх крючка захватываю синюю нить столбик без накида второй столбик без накида и за этот столбик без накида выполняю вязание 3 столбика без накида 1 в это же основание ввожу крючок 2 и в это же основание 3 дальше продолжаю вязать столбики без накида за каждый столбик без накида предыдущего ряда до этого места довязывая до этого места до второго угла так же столбик без накида столбик без накида здесь смотрите вот он 1 2 3 и за второй провязываем 3 столбика без накида 1 в это же основание ввожу крючок 2 и еще раз в это же основание 3 далее продолжаю столбики без накида за каждый столбик без накида предыдущего ряда и выполняю вязание 3 ряда до конца так же вот она воздушная петля ввожу крючок подхватываю нить и протягиваю ее затем через эту петлю рабочую нить еще протягиваю обрезаю узелок фиксирую переворачиваю на изнаночную сторону и этот хвостик нити по краю несколько раз тут протягиваю после чего эту нить отрезаю и вот этот хвостик тоже можно протянуть еще несколько раз и лишнее обрезать после того как две детали готовы полностью я их кладу изнаночными сторонами к друг другу и слегка придаю форму уголочки чуть-чуть растяну и носок вот эту вот часть я слегка растягиваю так чтобы она имела более круглую форму и обязательно в этот момент сравните что они у вас абсолютно одинаковые далее берем стельки маркеры и будем совмещать верхние части и стельки что я для этого делаю кладу верхнюю часть на стельку при этом совмещая центр центр здесь держу пальцем и ниже смотрю чтобы эта линия была параллельно отверстиям то есть не перекрашивалась в эту или в эту сторону здесь посмотрела сверила затем маркером фиксирую центр относительно центра в одну и в другую сторону отмечаю маркером какое-то расстояние обязательно одинаковое если допустим здесь я отметила от центра 1 2 3 4 маркер то в эту сторону также 1 2 3 4 совмещая верхнюю часть и обвязку стельки маркер поставила затем на втором сделала то же самое после чего беру маркеры и смотрите вот у нас где 3 столбика без накида с одним основанием вот они 1 2 3 отмечаем второй средний с одной стороны ставим маркер и со второй стороны точно также вот они 1 3 столбика вместе 1 2 3 и средний вот он 2 маркер ставлю на одном тапочке так отмечаю и на втором также отмечаю вот эти вот крайние точки отметив маркерами крайние точки берем верхнюю часть и поднимаем маркеры примерно ставим в тех местах где будет выполняться соединение верхней части и стелек ставим примерно затем можете уже одеть на ногу и посмотреть как вам удобно высота взъема тапочка если взъем у вас большой тогда этот маркер можно перенести в эту сторону тем самым увеличить взъем тапочка либо наоборот если взъем маленький эту крайнюю точку перенести дальше и тем самым взъем тапочка уменьшится при этом конечно обязательно поставьте после этого маркеры параллельно друг другу то есть чтобы не было такого один выше другой ниже примерно на одном расстоянии отметив нужные места на одном тапочке сразу берем второй тапочек кладем стелька к стельке таким образом и на втором тапочке маркер ставим на том же расстоянии как стоит на первом тапочке и отмечаем с одной стороны разворачиваем аккуратно и с другой стороны также обязательно еще раз проверяем сверили один тапочек убираем затем кладем первый тапочек и вот смотрите на расстоянии вот на этом от этого маркера до этого маркера верхнюю часть тапочка располагаем свободно и на этих местах расставляем маркеры в свободном порядке чтобы у нас здесь не собиралась таким образом гармошкой и наоборот чтобы было свободно фиксируем маркером и здесь также фиксируем затем разворачиваем и с этой стороны также выполняем вот она крайняя точка и здесь маркер стоит тоже крайняя точка на этом расстоянии делаем разметку дополнительно маркерами и здесь от маркера до маркера намечаем наметив места соединения верхней части и стельки приступаем к соединению соединение будет выполняться также против часовой стрелки начиная от этого места здесь где стоит маркер маркер убираю и ввожу крючок как был маркер затем подхватываю нить которой буду выполнять соединение и протягиваю фиксирую узелок подтягиваю нить и затем смотрите хвостик можно здесь запрятать от маркера до следующего маркера располагаю верхнюю часть и стельку так чтобы не было бугорков и начинаю выполнять соединение подхватываю столбик без накида и подхватываю обвязку стельки протягиваю нить столбик без накида следующий столбик без накида также подхватываю верхней части и вот этот столбик без накида за стельку столбик без накида и так выполняю от маркера до маркера за каждый столбик верхней части выполняю соединение еще один до маркера дошла маркер убираю где был маркер вот так обязательно выполняю соединение дальше до следующего маркера расправляю верхнюю часть и стельку аккуратно совмещаю при этом можно пальчиком держать место вот где маркер и подхватываю столбик без накида верхней части и столбик без накида стельки обязательно и этот и этот оба столбика подхватываю так у нас выполняется соединение так выполняю соединение верхней части и стельки полностью так же вот где маркер маркер убираю как было так подхватываю нить вытягиваю столбик без накида и до следующего маркера здесь вот располагаю аккуратно и продолжаю так выполняю против часовой стрелки до этого места выполнив соединение до крайнего маркера здесь также маркер убираю выполняю столбик без накида и далее смотрите я этот ряд продолжаю вязать за каждый столбик обвязки стельки я выполняю столбик без накида причем выполняю свободно либо можно здесь провязывать не один столбик без накида а по 2 что касается вот на закругление вот они как растянуты можно здесь выполнить 2 я в этих местах количество не изменяю а просто вяжу свободнее и выполняю до конца выполнив обвязывание до конца здесь еще у меня получается столбик без накида и теперь вязание этого ряда следует соединить вот она воздушная петля подъема ее подхватываю протягиваю нить и ряд соединяю выполнив соединение верхней части и стельки на этом можно здесь рабочую нить уже отрезать и вязание тапочка выполнена что я делаю я перевожу вязание на лицевую сторону и здесь вот по краю тапочка по всему вот этому периметру я выполню один ряд столбиками без накида для этого делаю воздушную петлю подъема и за каждый столбик предыдущего ряда выполняю вязание столбика без накида и так выполняю по кругу после чего выполняю соединение второго тапочка и обвязывание его таким же способом после соединения и обвязывание второго тапочка обязательно заглядываю внутрь все ниточки хвостики прячу так чтобы на лицевой стороне ничего не торчало и на этом все мои тапочки готовы ставьте класс к этому видео подписывайтесь на мой канал вступайте в наши группы в социальных сетях и тем самым вы всегда будете в курсе всех моих новых видео присылайте фотографии ваших работ и конечно же до новых встреч